Добрый день, это программа Свера Спорт и микрофон Вера Власова. Многие слышали о том, что развивается беговое движение в городе Кирове, любительское беговое движение. В частности, этому способствует организация забегов Вятские холмы. И сегодня в этой студии мы анонсируем второй из обещанных в этом году забегов. Это «Ночная вятка». Расскажет нам все подробности Андрей Рудин, исполнительный директор Федерации триатлона и один из организаторов серии забегов Вятские холмы. Добрый день, Андрей. Здравствуйте, Вера. Итак, что же ждет Кировчан, что ждет нас 7 июля? Ну, всех нас ждет очередной замечательный праздник спорта, еще одно беговое событие в нашем городе. Впервые мы проводим ночной забег, который состоится 7 июля в Стептону в Александровском саду. Это будет забег на одну дистанцию, дистанцию 10 километров. В этот раз у нас не будет такого большого разброса соревнований, как в Виноватских холмах, где у нас стартуют и дети, и маленькие, и взрослые все вместе. Вот, здесь одна дистанция, и возрастная категория тоже одна, от 18 лет и старше. Да, говоримся, что 18 плюс – это ограничение на мероприятие, на участие, наверное, для зрителей в том числе? Нет, для зрителей как раз-таки здесь ограничений нет. А по времени там то, что это будет поздно? Ну, если дети, которые моложе 18 лет, они с родителями, то это не возвращается. То есть для участников 18 плюс, для зрителей по усмотрению родителей? Совершенно верно. А на дистанции нас ждет 10 километров, как она будет проложена, где? Она будет проходить по исторической части нашего города. Как я говорил, мы стартуем в Александровском саду, бежим по улице Казанской до улицы Провсоюзной, до Старого моста, дальше поворачиваем на набережную, по набережной через Александровский сад, через Мемориал Вечный Огонь, улица Московская, опять Казанская, убегаем в сторону нового легкотлетического манежа, Вересники, там разворачиваемся и возвращаемся примерно тем же маршрутом. По дорожному покрытию, оцени, пожалуйста, будет ночь, будет темно, можно ли будет видеть, собственно, куда бежишь? Ну, да, асфальтовое покрытие на данном маршруте, оно достаточно хорошее, особо каких-то нареканий у нас не возникло. Плюс есть все-таки освещение какое-то уличное в этих местах, ну и мы надеемся, что участники принесут с собой дополнительные осветительные приборы, которые насут на себе, да, плюс мы постараемся обеспечить их какими-то фонариками, чтобы было это более ярко, красочно, интересно, но и безопасно. Есть уже несколько интересантов, которые в теории пока готовы поддержать, надеемся, что и на практике предоставят налобные фонарики, то есть как минимум первые, не знаю, наверное, сотни, две, три бегунов, мы уже можем сказать, что будут бежать со светильными приборами. Ну да, темно не будет точно. Ну и постараются с организаторами сделать это ярким таким праздником. Мы надеемся, что и участники тоже включатся в эту историю. Если посмотреть на практику аналогичных забегов в других городах, таких как Москва, Казань, Екатеринбург, то это не только спортивное мероприятие, да, но это еще и такой фановый забег, где участники проявляют всю свою смыкалку, выдумку, там, креатив, да, всячески себя украшают осветительными приборами, там, какими-то гирляндами, еще чем-то. Плюс у нас будут наши партнеры из компании Moon Spray, да, работает светоотражающий спрей, то есть, ну, интересно будет. Здорово. Я думаю, что можно будет даже какую-то номинацию учредить для самого яркого бегуна. Ну да, можно подумать, да. Замечательно. По перекрытиям все-таки важная тема, если бы я хотела ее еще раз затронуть, потому что, ну, невозможно так, чтобы все были спокойно к этому относились. Есть в любом случае группы людей и отдельные кировчане, которым это не очень будет нравиться, и это нормально. Расскажи, пожалуйста, какие перекрытия здесь ожидают, и кому это может быть так и иначе неудобно, если там могут быть такие люди. Ну, мы постарались минимизировать перекрытия в этот раз. То есть, то, что забег будет происходить, ну, как бы одним стартом, да, то есть все участники стартовали, побежали, поэтому не придется надолго перекрывать город. У нас будет затронуться только улица Казанская, по большому счету, ну, и улица Ключевая, Вересняках. Участники пробегают, улица открывается. То есть это будет все очень значительно. То есть мы пытаемся... То есть по мере пробегания последнего участника? Да, совершенно верно. То есть участников бегунов еще будет стимулировать то, что быстрее нужно открыть дороги, что все зависит от него? Ну, кому как, да. Кого-то будет, кого-то. Что касается практики вообще перекрытия, в сентябре еще ожидается тоже большое беговое событие, тоже вязкие холмы, включающие марафонскую дистанцию 42,2 километра. Расскажи, пожалуйста, с чем там столкнемся, уже известно ли? Ну, традиционное перекрытие Октябрьского преспекта, тот же примерно промежуток времени. Вообще перекрытие дорог, это практика, которая существует во всем мире. То есть если мы посмотрим практику больших городов, там перекрывается весь город, да, фактически. Вот в Казани был марафон последний, 20 мая. Беги-герои это называлось? Нет, он Казанский марафон. Да, то есть забег 42 километра одним кругом. Представляете, 42 километра по Казани, то есть вся Казань перекрыта. Одним кругом? Одним кругом, да. Бегоны пробегают, дороги открываются. Иначе никак никак не существует в городе, если не перекрывать дороги. Ты участвовал во многих забегах и в России за ее пределами. Расскажи, пожалуйста, как там относятся к перекрытию и как складывалась там история подобных вот зожных мероприятий. Ну, я думаю, что достаточно похоже на то, как это происходит у нас. То есть мы сейчас находимся в начале этого пути. То, к чему они, даже посмотрим западные какие-то забеги, то, к чему они пришли сейчас, да, это, конечно, совершенно другой уровень. Но их движение длится уже, там, порядка 20-30 лет. Если в Нью-Йоркский марафон собирают 54 тысячи, там, участников, и болельщиков выходит 2 миллиона, ну, надо понимать. По болельщикам тоже интересная ситуация, ты затронула. У нас как-то не очень пока принято болеть. То есть не считают люди это зерочным, красивым мероприятием, видом спорта. Почему? Ну, потому что все еще мало участников, все еще мало людей, которые ведут у нас здоровый образ жизни, которые интересуются этими событиями. То есть болельщики же это в основном, у нас сейчас кто, да, то есть это друзья и родственники участников, да. Либо же сами участники, которые не участвуют. А все остальные люди, они считают, что тут как бы нет ничего интересного. А на самом деле прийти, приобщиться к этому празднику, это первый шаг к тому, чтобы поменять свою жизнь, заменить свой образ жизни. Да, примеров таких очень много. И я думаю, что мы постараемся как организаторы сделать «Святские холмы» ночной забег, ночную вятку. Интересно и для зрителей в том числе, как мы это делаем, сделали и в мае, и сделали в сентябре. Вот так что всех приглашаем для участия, где регистрироваться, что нужно с собой иметь, справки, экипировку, что нужно. Регистрация осуществляется на сайте nightviatka.ru, либо на сайте rushorining.com, те, кто уже участвовал, те знаю. При себе необходимо, при регистрации, при получении уже стартового пакета необходимо иметь, в первую очередь, медицинскую справку и документы удостоверяющие личность. Медсправки сейчас можно получить, пока время есть у терапевтов. Да, можно получить обычные поликлиники. Медсправка действует 6 месяцев. 6 месяцев. То есть можно получать сейчас и спокойнее будет чувствовать? Да, те, кто получал на вятские холмы справку, то есть эта справка вполне тоже подойдет. Будет ли организована еще отдельная выдача справок? Да, мы традиционно сотрудничаем. И тех, кто не успел. Да, и тех, кто не успел. Самой тема заботится мы сотрудничаем с медицинским центром, который оказывает данную услугу прямо на месте старта. Что ждет бегунов в плане стартовых пакетов, что они получат? Ну, они получат, если я, на памятную футболку, да, брендированную, получат стартовый номер, чип электронного хронометража, получат, если все получится, там был значительный лобный фонарик, ну и обязательно медаль финишера на финише. Медали уже дизайн примерно есть, пока не будем интригу раскрывать, они очень классные. Ну что, тогда ждем всех 7 июля, будет большой праздник, его мы анонсировали. Со скольких начало? Стартовый городок открывается у нас в 8 часов вечера. Там же, в Александровском саду? В Александровском саду, да. Да, и выдача пакетов? Выдача пакетов с 12 часов дня, то есть можно заранее прийти, получить пакет, а вечером прийти уже на самом стадии. Так что приглашаем всех бегунов и просто к гаражам, чтобы посмотреть на самом деле, насколько это круто бежать, выдержать 10 километров, 10 километров, преодолеть себя, поставить свой рекорд. Тем более, что погода обещает быть жаркой в июле, да, смотрели мы недавно прогноз. И такой вечерней легкой пробежкой, я думаю, что будет для всех просто прекрасное времяпрепровождение. Приглашаем всех еще раз для участников ограничений 18+. Едем дальше. Что еще ожидает в июле? Какие еще события? Я думаю, что мы уже про триатлон можем поговорить, что изменения будут в том году. Да, едем на триатлон, ну не только в июле, но уже и в июне, 23 июня традиционно в поселке Верхошижиме мы проводим чемпионат России по кросс-триатлону, а также первенство России среди любителей по кросс-триатлону, Свифтман-триатлон. 23 июня, как я сказал, суббота, интересная дистанция, 1 километр плавания, 20 километров горный велосипед и 6 километров кросс. То есть достаточно небольшая дистанция и вполне подходящая для того, чтобы пробовать свои силы в триатлоне. Учитывая, что у любителей как раз-таки, скорее всего, горные мартенбайки и есть, в большинстве своем такие велосипеды приобретаются. Расскажи, пожалуйста, про дистанцию, что ожидает там, какие подвохи есть? Ну, дистанцию у нас традиционно готовит Павел Андреев, это многократный чемпион мира по зимнему триатлону, чемпион России, многократный по кросс-триатлону. Что значит готовить дистанцию? Готовить дистанцию именно для мартенбайка. Прокладывать там среди тропинок? Прокладывать ее, да. То есть мы понимаем, что мартенбайк – это гонка на горных велосипедах по пересеченной местности. Это достаточно интересно, и он как раз-таки подготавливает дистанцию таким образом, чтобы это было не просто равнина, это были какие-то интересные спуски, подъемы, кочки, дропы и еще что-то. Интересно это хорошо, насколько опасно именно для любителей? Нет, любой человек, который владеет велосипедом, вполне справится с этой дистанцией. То есть, который ездит по городу, он вполне может и там проехать. Да, учитывая наши бортуры. Просто где-то, возможно, у него может не хватить каких-то физических сил, чтобы заехать в какой-нибудь один самый мощный подъем. Ничего страшного, можно слезть, забежать. Даже профессионалы это часто делают. Серьезно? Да. Останавливаются и бегом? Да. И это правилами не запрещено? Нет, почему? Если ты не можешь заехать, то проще забежать. Ну да, отлично. Да, а потом еще бег. Да, потом бег 6 километров, тоже будет пересеченная местность. Красота, лето. Отлично, да, отличное место, отличная погода. Лес. Здорово. Лес, да. Сколько участников планируется? Ну, в прошлый год было порядка 150 участников, я думаю, что в этом году будет не меньше. А там как зарегистрироваться, можно ли успеть еще за это время? Да, регистрация открыта, можно зарегистрироваться на сайте suizman.team. Это то, что касается любителей, ну сейчас в первую очередь о любительском стартинге, чемпионат России среди элитов. То есть она уже, наверное, зарегистрировалась. Там регистрации, да, проходят от региональных федераций, то есть региональные федерации подают заявки на своих спортсменов элитных, и мы уже их регистрировали. А любители могут зарегистрироваться на suizman.team, и по этой старте износа все, и мы ждем до старта. Угу, угу. Ну, я думаю, что дистанция очень небольшая, и для начинающих триатлонистов, наверное, это самый оптимальный вариант. Ну, кроме того, у нас есть еще там формат эстафеты, да, то есть для совсем начинающих, да, тех, кто хочет попробовать триатлонию, либо же для корпоративных команд, кто хочет вместе там провести. То есть один человек плывет один километр? Да, три человека в команде, один человек плывет, другой едет на велосипеде, а третий бежит. Очень удобно. То есть для них отдельный был командный зачет, ну, тоже интересно. Тоже интересно. Итак, 23 июня, Верхошижимья, добраться можно на личный транспорт. Да, 80 километров от Кирова, то есть сейчас чуть больше. То есть поехать в выходные погулять, и заодно посмотреть на мероприятия, а в следующем году уже принять участие. Надеемся. Дальше что нас ждет еще? Ну, 15 июля у нас традиционно триатлон, триатлон-олимпийская дистанция в поселке Стрижи. В этот раз, к сожалению, мы делаем ее, ну, локально, то есть в одном месте у нас старт и финиш, это в Стрижах. Мы стартуем, финишируем. А с чем это связано? Ну, связано, опять же, с перекрытием дорог. Достаточно сложная логистика, достаточно сложно по перекрытию, и получается, как делось, как раз. Поэтому мы решили делать все это. Вы там с аэропортом, потому что подвязки сложные? Ну, не только с аэропортом, вообще достаточно большое количество населенных пунктов по этой дороге. Не просто и перекрыть, и сотрудникам полиции достаточно сложно такой протяженный участок обеспечить безопасность движения. Поэтому плавание будет там же? Плавание, да, в Карьере, в Стрижах, велогонка по автодороге в Стрижиориче и бег, здесь же в Стрижах. А в Стрижах это где там будет? Это карьер, который прямо за Стрижами в сторону речи. И там они намотают 10 километров? Да, почему? А между Стрижами и Юричами сколько раз нужно проехать, чтобы... Два круга. Два круга. То есть два раза от Стрижей... Очень большое количество ногородних участников привлекает. Ну да, то есть не так много у нас один пик проводится в стране, поэтому достаточно много, особенно из недельщайших регионов, к нам участников приезжают. А где еще проводится по днаме в третье? В Нижнем Новгороде проводится триатлон на олимпийскую дистанцию, то есть близлежащих. В Жевске, ну по близости, пожалуй, что в Нижнем Новгороде. Так что ожидаем тоже красивое зрелище, но это все будет довольно-таки локально, да, напротяженно, и можно будет съездить посмотреть и стрижи замечательные, да, и природа там очень красивая, так что тоже призываем всех. Ограничения там возрастные? Да, тоже у нас 18 лет. 18 лет, но смотреть можно всем. Да, очень красиво, спортсмены-профессионалы прекрасно исправляют дистанции и действительно вызывают восторг вот эти вот мужчины и женщины, которые всю дистанцию самостоятельно преодолевают. Также формат эстафеты у нас предусмотрен в этой дистанции, то есть, опять же, у кого нет возможности все три этапа в этот раз сделать самостоятельно, то можно собрать команду и выступить в команду. Да, ну, наверное, на этом пока мы обзор ближайших событий беговых триатлонных закончим, да, или есть еще что-то сказать до сентября, когда начнут вятские колонии? До сентября, наверное, достаточно. Давай еще поговорим о подготовке спортсменов и любителей, которые хотят так, наверное, еще связать себя с триатлоном. Как готовиться и возможно ли сейчас, к примеру, подготовиться к триатлону, который будет с Трижакой Юлей? Ну, несомненно, возможно, но необходим, какой-то базовый уровень подготовки всегда необходим, вы как минимум должны уметь плавать. То есть, без плавания никуда? Наверное, да. Но, если будет эстафета, то можно и без плавания. Да, можно и без плавания попробовать. Если вы умеете плавать и проплываете уверенно, какую-то там часть дистанции, допустим, там, 300-150 метров, на данный момент, то за оставшиеся полтора месяца вполне возможно подготовиться, там, и проходит полтора километра. Вот, велосипед, опять же, у нас... Подожди, пожалуйста, еще вопрос про подготовку плавания. Я слышала, что есть проблемы в Кирове с подготовкой на результат взрослых людей. То есть, с детьми нормально занимаются, что дети могут еще показывать хорошие результаты. А вот если взрослый человек, там, под 25, скажем, лет приходит, то это все уже, ты ничего не можешь, давай, иди, купайся в речке. Да, есть ли организации в Кирове формально, которые могут и готовы на хорошем уровне преподавать плавание, да, и готовить человека к заплыванию? Нет, несомненно, подготовка уже взрослых людей, да, взрослых спортсменов, она сильно отличается от подготовки детей. То есть, те навыки, которые прививаются к плаванию в детстве, да, то есть, взрослому они достаточно тяжело, очень трудно их перенять уже. Вот, и поэтому есть специфика в подготовке. У нас в Кирове нет специализированных каких-то школ по подготовке взрослых людей. У нас со взрослыми обычно работают те же тренеры, что и с детьми. А какие-то спортсмены, может быть, есть, которые преподают, свой опыт передают? Ну, спортсмены, они же тире и тренеры. Да, то есть, кто-то бывший спортсмен, кто-то еще действующий спортсмен, они одновременно и сами выступают, и тренируют. Таким образом, в Кирове есть небольшая вероятность, да, что можно подготовиться, если очень что-то стараться. Нет, было бы желание, подготовиться, конечно, можно. То есть, бессильный у нас есть, и подготовиться к плавательному этапу, да. Ну, как Максим же рассказывал, сдался целью, ехал там за границу учиться плаванием. Можно и так. Ну, он там уехал маленько с другой целью, да, то есть, он уехал учиться плаванию с целью перенять методику подготовки взрослых спортсменов. Плавать он уже убил в этом плане. Андрей, когда до нас, да, это дойдет, вот именно подготовка по плаванию? Уже скоро, да. I love swimming называется, да, направление? Да, у нас есть школа, которая готовит людей в беге, да. I love running. I love running. Ну, все это сейчас называется I love super sport. То есть, направление... Ну, у нас в Кирове, наверное, пока еще полного цикла нет. У нас есть направление running, да, и мы стремимся к открытию направления swimming и, возможно, триатлона. А там еще сайклинг было не было? Там сайклинг, да, еще есть сайклинг. Угу, здесь... Сайклинг, скинг. Самостоятельно, то есть, Федерация триатлона будет готовить или как-то в содружестве с Федерацией велосипедов и спорта? Ну, вообще, Федерация, она никого не готовит. То есть, Федерация, это общественная организация, которая занимается там... Собъедействовать. Ну, содействует, да. Мы можем порекомендовать, показать... Направить. Направить, да, верно, хоть показать. Подготовиться к велосипедному этапу, ну, мне кажется, что это самое несложное во всем этом деле, во всем триатлоне. Вообще, как многие, наверное, знают, те, кто интересуется триатлоном, велосипед, это, ну, самый простой вид из всех трех-трех. Там техническая составляющая должна быть хорошая. Техническая, имеется в виду, должна быть, ну, соответствующий спортивный снаряд, да, то есть велосипед. Должен быть, ну, чем он лучше, соответственно, тем быстрее поедете. Но, опять же, нужны навыки управления шоссейным велосипедом, если мы говорим о нем. То есть нельзя просто взять там, сегодня, ну, я хочу поехать, естественно, шоссейник поехать. На самом деле, ну, все так просто. Ну, чтобы подготовиться к триатлону в стрижах, там, проехать сорок километров в месяц, ну, более чем достаточно. Сорок километров в месяц? Да, сорок километров на велосипеде, но это не так много. Ну, это каждый день до работы, по сути, для кого-то. Наверное, и может быть какая-то длинная поездка выходных. По беговому направлению тоже вы успешно работаете, есть школа лавокранина, тоже которой ты руководишь. А насколько это движение активно развивается, насколько оно популярно среди кировчан, среди каких-то корпоративных историй? Школа развивается, может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но движение вперед есть. Мы готовим людей на разные забеги, вместе, там, формируем с ними какие-то цели беговые, да, готовимся. То есть, сейчас готовится группа к марафону в Мюнхене, в октябре в месяц мы будем готовить к ночной вятке. На этой неделе стартует обучение. Обучение на этой... стартует обучение к ночной вятке? То есть, можно подключаться... Можно подключиться, да, и подготовиться к забегу на ночную вятку на 10 километров. 10 километров. Ну, также в поисковике можно забыть Айла Франин, Киров. Да, Школа Бега, Киров. Да, Школа Бега, Киров, и там, знаете, уже контакты соответствующие. Приходи, тренировки будут на открытой площадке. Да, мы тренируемся на стадионе Искош, то есть, это в центре города, самый удобный, самый оборудованный стадион в городе. Ну, там, наверное, раза 3-4 в неделю. Два раза в неделю у нас тренировки с тренером, остальные тренировки с самостоятельными, они по заданию тренированы. И там же наверняка дается ей рекомендации по питанию. Да, конечно, все рекомендации, там, тренер все даст и по экипировке, и по питанию, и по подготовке непосредственно перед забегом, и по питанию. Время, забег, ну, в общем, все-все-все необходимые. Даже по времени забега, да, что, то, что ночной забег будет, ночная вятка, тоже есть определенные нюансы. Ну, здесь, ну, перед любым забегом, неважно какой, там, утренний, ночной, дневной, да, то есть, нюансы есть, значит, по питанию и по экипировке. Да, ну, и еще хотела бы очень с тобой посудить именно значение подобных мероприятий, как вот этапы триатлона, дуатлон, проходящий в Кирилле ежегодно, и Вятские холмы, для города и для горожан. Что, на твой взгляд, это значит? Насколько это интересное с точки зрения развития города мероприятия? Ну, мы в первую очередь создаем ту городскую среду, ту атмосферу в городе, которая направлена на привлечение к нам и участников, и жителей других регионов, да, то есть, создаем некое событие, которое является и туристически привлекательным, да, и вообще формирует имидж города как одного из центров развития спорта и вообще любительского спорта. Вообще мы понимаем, что спортивный туризм сейчас это одна из важнейших, составляющих развитие любого крупного города, то есть, за счет спортивного туризма, за счет проведения больших массовых мероприятий города развиваются, то есть, если мы посмотрим, сколько людей там приезжает, то есть, Казань на марафон, да, какой они там приносят доход этому городу, там, их предприниматель. То есть, это же раскрученный бренд. Да, то есть, это бренд раскрученный, туда все больше и больше людей едят, ну, и мы, собственно говоря, к этому стремимся, чтобы к нам ехали, чтобы те люди, кто оказывают услуги, не только в области спорта, как мы, да, но и соответствующие услуги, они на этом зарабатывали и при этом город развивался. И те партнеры, да, которые содействуют организации мероприятий спортивных, в частности спортивных, они имеют возможность так или иначе влиять, да, знакомиться и рассказать о себе, представить о других регионах, компаниях. Ну да, они получают новую серебровую аудиторию, на которую они нацелены, соответственно, проявляют какие-то новые рекламные возможности на новой аудитории, на площадке. Май месяц выдался довольно напряженным для Центральной площади с точки зрения перекрытия, опять-таки, все-таки к ним возвращаюсь. Чуть ли не каждые выходные какое-то мероприятие спортивное или совсем не спортивное организовано было, да, Вятские холмы, потом весенние забеги, лихоатлетическая эстафета, потом бегущие сердца в Сбербанк, и затем это паломники уходили у нас в крестный ход. Не слишком ли часто, как-то думаешь, перекрываются? Мне кажется, нет. Каждое воскресенье мы привыкли. Каждое воскресенье перекрываются, как перекрываются, так и открываются. Не вижу здесь вообще каких-либо сложностей. Если человек предупрежден об этом, то, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. То есть нужно подготовиться, спланировать свое время. То есть нужно уважительно относиться друг к другу, чтобы понимать, что я стараюсь делать все, чтобы минимизировать какие-то неудобства для жителей. И, соответственно, жители, те, кто не участвует в соревнованиях, могут постараться и дать людям, которые в них участвуют, какие-то конфликции. Ну и в том числе количество участников возрастает из года в год? Ну, количество участников, конечно, растет, да. Количество участников растет, и мы надеемся, что жители города Кирова как сами будут участвовать, так и будут уходить и поддерживать участников на старт. Как ты видишь развитие городской инфраструктуры и подобных мероприятий для Кирова? То есть они будут расти дальше? И за счет кого они будут расти? То есть какие целевые аудитории, какие люди уже вовлечены в спорт, в частности, в беговое движение, в какое-то командное соревнование? И кого еще пока не удалось зацепить, нам очень хочется? Ну, вообще, честно говоря, нельзя тут так вот взять и выделить какую-то там одну целевую группу, которая вовлечена, а другую, которая не вовлечена. То есть все отчасти вовлечены, то есть просто хотелось бы, чтобы эти группы росли, да, то есть становилось участников больше. Что для этого делать? Ну, силами никого загонять никуда не будем, в любом случае. И поэтому я думаю, что все естественным путем сложится. То есть это должно в нашем менталитете, в нашем понимании родиться то, что наше здоровье, да, дешевле заниматься спортом, чем потом лечиться. То есть мы все понимаем. То есть нужно это осмыслить просто и понять. И тогда у нас будет все хорошо. При правильном занятии спортом, правильной технологии, да, подготовке. А, ну, с помощью спортов? Не, ну, нужно отметить, что, ну, тут не так важен спорт, да, не так важно состязание, сколько именно образ жизни, да. То есть изменение образ жизни, ты выходишь на соревнования, не обязательно, чтобы состязаться, да. Ты выходишь туда, чтобы пообщаться, чтобы, ну... Себеподобными... Чтобы провести время приятно, да, то есть получить какие-то там приятности на старте, там, футболочки, медальки, там, ну, кайфануть. То есть за то, что ты правильно живешь, ну, правильно для себя. Ты понимаешь, какие-то бонусы. Да, еще за это, да, кучу всяких приятностей получаешь. Мне, конечно же, стоит отметить потрясающую какую-то энергетику, которая царит вокруг всех этих событий, что эта энергетика заряжается на театральной площадь, вот, по подготовке к Газским холмам сужу, что еще с ночи, когда там начинает воздвигаться сцена, заграждение, что уже вот чувствуется, что вот что-то здесь такое будет крутое, что никакой ни снег, ни зной, ни дождь, да, ничто этому мероприятию не помешает. Ну, да, хотя погода в последнее время, она всячески, всячески препятствует. Не только нам? Да, да, вообще все. Да, ну, будем надеяться, что и погода тоже смирится, вот-вот уже, и будем рассчитывать, что это произойдет уже в июле, да, напомню, что 7 июля состоится, впервые в Кирове состоится ночной забег, ночная вятка, которая будет проходить по красивейшим историческим местам города Кирова, поэтому всех ждем, будет очень красиво, очень ярко, зрелищно, и это прекрасный повод, чтобы тех, кто еще пока не был готов к 10-ти километровой дистанции, к преодолению, а бегал только 3 километра, 5 километров, это прекрасный повод попробовать себя, потому что в общем таком драйве, в общей энергетике бегунов, там очень сложно, мне кажется, будет ситуация. Да, когда выходишь на старт, то есть ты уже не думаешь о той дистанции, которую тебе предстоит преодолеть, и в любом случае у тебя найдется компания, с которой ты всю эту дистанцию прибежишь, и она тебе, кажется, не такой уж и страшной, как было до старта. Так что преодолеваем себя, всех ждем 7 июля, регистрируемся на сайте night.ru, возрастное ограничение, напомню, 18 плюс для участников. На этом, наверное, и все, что мы успели сказать. К сентябрю еще обязательно пригласим Андрея подвести итоги лета и предварить марафонский забег, который нас ожидает в сентябре. Спасибо большое, Андрей, что пришел и рассказал. Желаю им удачи и успехов в проведении мероприятий, как можно больше заинтересованных партнеров, участников, как можно меньше недоброжелателей, чтобы все сложилось хорошо. Спасибо. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания.